Всем доброго времени суток! Сегодня на ремонте такая вот виброшлейф машинка ТС-1520 Энхель фирмы. Значит, какая неисправность? Работали, потом резко перестала работать, затем ее хозяин скрыл, нашел там элемент, припаял. В итоге все равно она толком не работает. Значит, сразу же хочу показать подключение через амперметр. Значит, мощность этой машинки 150 Вт на 220 Вольт. Потребление тока в среднем должно быть где-то, по-моему, 0,6 А. Значит, включаем, смотрим, что с ней происходит. Вот, просто начинает гудеть, через раз пытается запускаться, и потребление тока 1,8 А. То есть, получается, как минимум в три раза превышает ее потребление. И то есть, только гудит. Значит, вскроем, посмотрим, что с ней может быть не так. Ну, для начала, чтобы ее вскрыть, надо выкрутить четыре винта, снять вот эту платформу, на которую цепляется наждачка. Сразу скажу, что здесь не все винты, потому что ее провезли практически в разобранном состоянии. Снимаем крышку. Далее, выкручиваем все винты. Далее, снимаем одну часть. Вот, мы можем видеть, вот эту часть шлифмашинки. Полностью все элементы остаются на одной стороне. Вот, если присмотреться, паяли вот этот элемент, который, сказали, изначально отпаялся. Ну, это катушечка индуктивности. Он даже подписан на плате L1. И конденсатор. Ну, это, скорее всего, собран такой вот фильтр, чтобы не шло вредных помех в сеть. Далее у нас стоит, получается, сам двигатель. Кнопка включения. Значит, чисто из опыта хочу сказать. Так как эти шлифмашинки постоянно работают в пыли, и можно даже видеть по ней, сколько на ней пыли, у них стоит вот такая вот кнопка клавишная. Хотя ее зачастую закрывают такими вот накладками. Есть резиновые накладки, но в итоге все равно пыль в нее попадает. Поэтому из опыта могу сказать, что надо начинать прозвание C вперед. То есть, если у нас ток доходит до двигателя, мы видим, что щетки у нас нормальные. Сейчас мы все это прозвоним и посмотрим, в чем же проблема. Вот, уберем, ставим на прозвонку. Сразу же прозвоним всю цепь одним махом. Включаем шлифмашинку. Получается у нас 108 общее падение в цепи. Далее берем прозвание в одну кнопку. Сначала проверяю контакты. Видите, падение напряжения на замкнутых ровно нулю. Теперь проверяем на замкнутые кнопки. На замкнутые кнопки у нас присутствует определенное сопротивление. То есть, так у нас 0, так у нас есть уже сопротивление даже на этой кнопке. Далее прозвоним к щетке по ротору. У них есть свое сопротивление в 65 Ом и можно даже проворачивать. То есть, тут уже не короткая. И катушка на двигателе. То же самое. Получается, на статоре имеется свое сопротивление. То есть, в этой цепи, можно сказать, что короткого нет. Вопрос вызывает вот эта вот кнопка. Потому что у нее есть свое сопротивление от того, что со временем постоянно через нее попадала вот сюда пыль. Она оседает на контактах. Соответственно, эти контакты замыкаются, подгорают. И теперь, когда я ее включаю, то из этих обгоревших контактов в этом месте, где контакты, происходит нагрев. Сейчас я для наглядности просто вскрою эту вот кнопку. Она вскрывается легко. Здесь у нее фиксаторы по бокам клавишны. Ее всего лишь достаточно подковырнуть немного. И можно будет посмотреть ее состояние. Вот то, о чем говорю. Сколько там внутри получается пыли. Теперь достаю сам контакт. Вся причина данной поломки. Обуглини вот этого контакта. Беру просто наждачку, полирую его до характерного блеска. Вот видите, он еще не успел сгореть. Просто из-за того, что на него попадала пыль, во время замыкания он немножко обуглился. Поэтому практически эту кнопку даже не обязательно менять. Достаточно отполировать контакты с двух сторон. И в принципе она еще будет довольно-таки долго работать. Дальше беру надфилем, зачищаю внутреннюю часть. Там тоже самое. Большого обгорания нету. Просто незначительное обугливание самого контакта. В следствии того, что туда попадала пыль. Продуваем полностью внутренность этих контактов. Также еще смотрим вот здесь контакты. Но здесь они в отличном состоянии. Теперь собираю на место нашу кнопку. Установили на место. Далее просто защелкиваю кнопку. И теперь проверим падение напряжения на данной кнопке. Проверяю на щупах. Равно нулю. Теперь на кнопке. Равно нулю. То есть теперь сопротивление на данной кнопке не будет. Значит, задача еще, конечно, защитить вот эти вот щели. Для того, чтобы больше туда, по возможности, пыль не попадала. Какую-нибудь пленочку можно попробовать наклеить. Но когда будет движок двигаться, он все равно ее будет сдвигать. Поэтому можно просто густую смазку намазать по контур этой кнопки. Чтобы вся пыль, которая будет попадать, она будет просто оседать именно на этом контуре. Внутрь она просто физически не пройдет. Тем же самым кнопка будет легче двигаться. И легче включать. Теперь собираем все на место. Попробуем, что у нас получилось. Пробуем включать. Пытается, но опять же нет. Значит, дело не только в кнопке. Будем дальше разбираться. Возможно, еще подшипники. Если сзади полностью корпус и шатать. Не знаю, будет слышно или нет, но задняя часть ротора вращается. Возможно, проблема еще в самих подшипниках. Либо в самом роторе. Если присмотреться, то такое ощущение, что ротор цепляет за статор. Вот, если присмотреться, то видно, что у нас ротор цепляет статор. То есть, получается, у нас где-то происходит смещение ротора относительно статора. А подогнанные, в принципе, буквально меньше миллиметра. Поэтому это искажение может вполне влиять. Возможно, у нас еще сам подшипник толком не держится. Поэтому первое, что хочу попробовать, немножко мотануть изоленты на сам подшипник. чтобы он более плотно сел в посадочное место. И попробовать таким вот образом запустить машинку. Если она запустится, соответственно, можно сделать вывод, что у нас подшипник, скорее всего, движется в посадочном месте машинки. Собираем на место. Ротор вращается легко. Включаю через наш амперметр. Включаю. Видим потребление током 0,6 А. Сейчас я единственное подключу к ней вот эту вот накладку, куда крепится наждачная бумага, чтобы добавить ей нагрузки. И проверим дополнительно под нагрузку. Ну, теперь попробуем с накладкой. Видим, что у нас потребление током 0,7 А, то есть 700 мА, в принципе, соответствует заявленной мощности. Если мы возьмем по форме, или пересчитаем напряжение на мощность 150 Вт, то это примерно как раз таки выходит 700 мА, то есть 0,7 А. Значит, основная неисправность у нас была то, что со временем подшипник начал пробуксовывать в корпусе, соответственно, ротор начал касаться статора Клин. Вторая неисправность, то, что мы для профилактики почистили контакты, это удлинит жизнь машинки. Значит, то, что я подмотал изоленту, это, конечно, проблема временная. Надо думать о каком-то переходничке, обойне или обойме выточить, чтобы более надежно закрепить данный подшипник. Ну, соответственно, для профилактики можно заменить три подшипника. Один, который в площадке стоит, один с одной стороны на оси ротора, и другой на второй оси ротора. Ну, в принципе, надеюсь, видео кому-то будет интересным, кому-то полезным. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего.